Друзья, совсем недавно стало известно, что какой-то итальянец разгадал тайну Челяда. Я не знаю, правда это или нет, но в любом случае мы находимся на пороге ее разгадки. Поэтому все больше времени я стал уделять ТГЧ. А начну я с того, что я нашел еще один разбитый вертолет. Он находится в поле Тебей и при падении разнес тут кому-то полхаты. Это очень странно и загадочно на самом деле. Скоро с этими вертолетами можно будет составить карту, как с тарелками НЛО. Еще одна находка, которую сейчас активно обсуждают на иностранных форумах, это табличка на радиовышке, на которой написано СИБИТВАЦ. Такое название было у интернет-кафе в ЖТА-4. Очень странная отсылка, не находите? Но это еще не все. Осматривая Палета Бэй, я наткнулся вот на такой вот логотип. Ничего не напоминает? Возможно фанаты серии ЖТА вспомнят, что это логотип ГРОУП СИКС из ЖТА-4. Таким образом, получается, что это уже вторая отсылка к предыдущей части. А может, Рокстер все продумали заранее? И ответ ждет нас в ГТА-4. В этом самом интернет-кафе. Во внутриигровом интернете ГТА-4. Следующую находку я обнаружил случайно, разъезжая на Спейс Докере. Я просто исследовал мистические места и сигналил. Как вдруг я услышал странный сигнал от Спейс Докера. Ранее я такого не слышал или не обращал внимания. Он включается редко и неизвестно при каких обстоятельствах. Я пробовал активировать его на разных скоростях, но в зависимости от этого не увидел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы только послушайте. Он заметно отличается от других. Все остальные сигналы Спейс Докера зациклены и звучат по типу автомобильного сигнала. Но этот как будто несет в себе какую-то информацию. Я пробовал набирать Омеги в момент его звучания, но ничего, надо искать. Пробуйте активировать его в разных местах. Кстати, я обратил внимание еще и на то, что световые трубки Спейс Докера в выключенном состоянии, мягко-голубого цвета, но в туннеле Челиада они приобретают зеленый оттенок. Но возможно это всего лишь из-за освещения. Ах да, ковыряясь в файлах игры, я обнаружил вместе с цифрами от дверей Т-01 и Т-02 цифру 3. Возможно, где-то есть и третья дверь. А вот эта текстурка вызвала у меня кое-какие сомнения. Скорее всего, она находится на военной базе. Обратите внимание на то, что весь текст на этих бумагах размыленный, как частенько мы привыкли видеть его в игровом формате. Он не несет никакой информации. А теперь посмотрите на дни недели в недельном графике. Они видны очень четко, как будто Рокстер прям хотят, чтобы мы обратили на это внимание. Возможно, это подсказка от них. Также проглядывается время. 8 АМ, 6 ПМ. Скорее всего, эта подсказка была оставлена компанией Рокстер для одной из самых сложных пасхалок про Бигфута, где нужно было поедать алфафоры в течение всей недели в определенное время суток. Видимо, игроки обошлись и без этой подсказки. А может, это и что-то другое. Не так давно я посмотрел видео моего коллеги Флекса и обратил внимание на наклеечку, которую он показал. Вы также можете посмотреть, ссылку я оставлю. Ну так вот, я решил посмотреть все наклейки в доме Лестера в файлах игры. Некоторые из них я, конечно, как настоящий фанат серии ЖТА, напечатаю и наклею себя на комп. Я посмотрел их все, и... Вы не поверите. Но я нашел обезьяну. А теперь вспомните мое первое видео про ТГЧ. Загадка каким-то боком связана с Кавказом. Не откладывая, я бросился в поиски горных козлов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Именно в этом месте и в это время. Только с такой погодой. Я был шокирован, друзья. Наверное, как и вы сейчас. Ну а на этом все, друзья. Есть много информации к размышлению. Много что нужно проверить. Поэтому я продолжу свои поиски. А вы пока подписывайтесь на канал и ставьте Лукаса. Скорее всего, эта подсказка была оставлена компанией Rockstar для одной из сложных пасхал про... Блядь, как его зовут-то? Сука!